Уважаемые студенты школы блогера! Всем гигантский приветик! Я Штукенция! И сегодня я вас научу монтировать видео как профессионалы! Давайте смонтируем наш ролик, который мы сняли в прошлых этапах нашего марафона. Стань видеоблогером за неделю! Берем мобильные телефоны, берем ноутбуки и компьютеры. Кстати, на чем вы собираетесь монтировать видео? Напишите мне в комментариях. Мне очень интересно. Вне зависимости от того, что вы выберете сейчас, посмотрите это видео полностью, потому что я убеждена, что каждый видеоблогер должен научиться монтировать абсолютно на всех устройствах и во всех инструментах. Начнем с телефонов. Для начала нужно, конечно же, скачать приложение для монтажа. Заходим в магазин приложений и пишем видео-эдиттер No Watermark. Первые несколько приложений с пометкой ADD это рекламные приложения. Я обычно их пролистываю и смотрю дальше. Существует множество разнообразных приложений для монтажа видео. Как же выбрать подходящее? В первую очередь смотрите на количество скачиваний и на рейтинг. Если у приложения 10 миллионов или 100 миллионов скачиваний, при этом рейтинг около пяти, значит, скорее всего, это хорошее приложение. Ой, меня постоянно спрашивают, что Кен, ты скажи, какая лучшая монтажная программа на телефоне? И я все время в таком шоке, такая типа, что же вам посоветовать? Потому что я пользовалась совершенно разными, у каждой есть свои плюсы и минусы. И я даже уже снимала отдельное большое видео, где я перечисляла все лучшие приложения для телефона. Оставлю вам, кстати, ссылочку на этот видео урок. Но я вам так скажу, у меня есть несколько любимчиков, и давайте я вам именно их сейчас и покажу. И на примере этих приложений мы рассмотрим монтаж. Для начала проверьте, не встроен ли у вас в телефон видеомонтаж. Как это сделать? Заходим в свою галерею, выделяем несколько файликов с видео и сверху или где-нибудь сбоку ищем «Edit» или «Редактирование». У меня эта кнопочка выглядит, как такая видеоплашка со значком, и она позволяет перейти во встроенный видеоредактор. Он не очень мощный, но для базового монтажа отлично подходит. Для крутого монтажа скачиваем приложение. Я возьму InShot. Слышали про такое? Это приложение позволяет делать крутые видео как для YouTube, так и для любых других соцсетей. Первое, что вы, возможно, захотите сделать, это включить русский язык. Для этого нажимаем настройки, шестеренку, и language меняем на русский. Внутри приложения есть дополнительные обучающие материалы, и так вам будет проще их понять. Чтобы начать монтаж, нужно загрузить в ваше приложение те файлики, которые вы отсняли. И дальше не забудьте взять свой сценарий, по которому вы это видео снимали, прямо по раскадровке. Берете и собираете сначала эти кусочки вместе. Чтобы добавить файлики в проект, нажимаем на каждый файлик немножечко подольше пальцем, он выделяется, и снизу жмем зелененькую галочку. Каждый загруженный файлик можно подрезать справа или слева. Как только вас удовлетворит длина файла, нажмите сверху галочку. Чтобы понять, что делать дальше, предлагаю рассматривать весь процесс монтажа как комплексный постпродакшн, который включает в себя не только создание определенной истории, но также и графику, и цветокоррекцию. Так что подумайте, на чем вы сейчас хотите сосредоточиться. Приложение дает все эти возможности. Можно наложить цветофильтры, музыку, звуки, стикеры, текст и так далее. Также в приложениях обычно можно записывать голос поверх своей аудиодорожки, то есть вы сможете сделать дополнительную озвучку. Обратите внимание, что соотношение сторон 1 к 1 квадратик подходит для инстаграма, но не подойдет для ютуба. Для ютуба нужно соотношение сторон 16 к 9. Как только ваш проект готов, перед тем, как сохранить видео, не забудьте удалить watermark или водный знак. Это такой значок, который рекламный, типа от приложения. Его можно удалить бесплатно, просто нажать на крестик сверху, и вас попросят посмотреть рекламу, и за это вы сможете сохранить видео без вводного знака. Но чтобы навсегда его убрать, нужно покупать это приложение, но в принципе бесплатно тоже нормик. Проект готов, нажимаем кнопочку сохранить и выбираем качество 1080p и ждем пока видео отрендерится. А сейчас я покажу, как я монтирую видео на компьютере в программе Adobe Premiere. Драгон дропом, мышкой перетаскиваем из папки, в которой у вас лежат файлики, в Adobe Premiere, вот сюда вот в эту нижнюю часть, на так называемую таймлайн. В Adobe Premiere всего лишь три горячие клавиши, которые по сути я использую. Это Alt с колесиком, приближение и удаление, это C, чтобы что-нибудь обрезать. Видите, я нажала C и появился такой значок, который позволяет отрезать кусочки. И кнопочка В. В позволяет, собственно, двигать кусочки и как-то ими манипулировать. Первоначально я выравниваю звук. Выделяю, нажимаю правой кнопкой мыши и кнопочка Audio Gain. Это подкрутка аудио. На двоечку подкручу звук. Как понять, хороший у вас звук или не очень? Для этого проще всего встать на какое-нибудь место файлика и запустить его, смотря вот на вот этот столбик. Он у меня находится справа. Это эквалайзер. Смотрим. Так, я вижу, что даже здесь у меня где-то минус 8. Если в ноль, то звук нормальный. Если вот здесь где-то в области желтенького или зелененького, например, минус 6, минус 12 или минус 18, это будет означать, что звук недостаточно громкий, можно его усилить. Вообще оптимально, чтобы звук был на уровне нуля, но не переходил в красную зону. И звуковые эффекты я люблю записывать своим собственным голосом. Сейчас я покажу вам, как это делается. Нажимаете вот здесь вот красненький такой значочек. Если я хочу наложить звук, свой голос как-то записать, то я буду выбирать вот здесь вот такой значок микрофона. И как только я его нажму, сразу же автоматически на той дорожке, на которой я нахожусь, вот например на второй, появится, ну там через 3 секунды, появится такой ползунок, который позволяет мне через микрофон записывать любой звук. Строим сначала общий storyline, а потом сверху на него уже будем накладывать подсъемы. Как делаются? Со всех подсъемов мы берем, нажимаем на все подсъемы правой кнопкой мыши, делаем unlink. Это означает, что у вас отсоединилась видеодорожка от аудиодорожки. И все аудиодорожки вот так вот просто выделяем и удаляем. Потому что на подсъемах нам не нужна аудиодорожка. У нас уже есть общая аудиодорожка из какого-то вашего основного видео. И переносим наверх на линию над собственно основным сюжетом. Приближаем, вот так двигаем куда-нибудь ближе, ну к началу, к середине. И начинаем искать места, к которым эти кусочки относятся. Как делать цветокоррекцию? Выделяем какой-то кусочек или в принципе можно выделить сразу все, если вы хотите цветокоррекцию применить сразу ко всем кусочкам. Color это цвет по-русски. Нажимаем color и попадаем в раздел цветокоррекции. Как он работает? Здесь есть несколько способов, как проводить цветокоррекцию. Можно использовать готовые пресеты. Это так называемые почти что фильтры. Ну как в инстаграме, знаете. Они находятся вот здесь сверху рядом с кнопочкой FX. Мы просто их разворачиваем и можем выбрать тип фильтра. Например, для этого видео я использовала настройку, которая называется Fuji F125 Kodak 2393 by Adobe. Дальше я захожу в настройки и я подкрутила немного sharpen, немного vibrance, немного saturation. То есть я все это чуть-чуть как бы сделала поконтрастнее. И еще я добавила такой раздел, который в последнем, Vinget называется. Vinget это ну виньетка по-русски, да, это такое как бы по краям, видите, затемнение такое круговое. Для того чтобы добавлять текст, есть горячие клавиши control плюс Y. Если вы два раза по нему жмякните вашим курсором, то вы этот текст можете изменить. То есть над вот этой вот линией появился наш текст собственно. Как его редактировать? Нажимаем на него кнопочкой и сверху есть кнопочка называется graphics или по-русски будет графика. Теперь чтобы редактировать текст, нажимаем edit и вот он наш текст школа блогера. Тоже его нажимаем и снизу появляется очень много разных настроек для этого текста. Когда вы объединяете несколько кусочков, иногда вам захочется сделать прикольные переходы, так называемые transitions. Они находятся в разделе эффекты. Внизу есть множество папочек с разными типами переходов. Если вы хотите ускорить какой-то кусочек видео, заходим в нашу с вами timeline, берем кусочек, который мы хотим ускорить, нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем speed duration или по-русски это будет скорость и продолжительность. И здесь нужно поменять процент. Смотрите, сейчас сто процентов, то есть это та скорость, с которой вы записали видео. Если я хочу убыстрить видео, я могу поставить, например, тысячи процентов и тогда то видео, которое изначально длилось 3 минуты, будет длиться теперь 7 секунд. Конечный вариант моего готового видео выглядит вот так. Это полный timeline. Теперь как же это видео отредерить, как же его сохранить, чтобы можно было его загружать в youtube. Первое, что нужно сделать, это отдалить нашу линию, на которой у нас все записано, и проставить начало и конец того кусочка, который будет рендериться. Сверху нажимаете правой кнопкой мыши и открывается меню, в котором есть две кнопочки. Первая mark in, а вторая mark out. Вот мы ставим самое начало клипа, она как бы прикрепляется как магнитом и точно также добавляем mark out и появляется вторая скобочка. В итоге нам нужно, чтобы наш полностью sequence, который мы сейчас будем рендерить, был внутри вот этой серой области. Теперь, собственно, ставим рендер. Как это делается? Нажимаем сверху в программе файл экспорт или экспортировать. Здесь также есть кнопочка медиа, стоит h264, match source, high betrayed. Вы нажимаете экспорт кнопочку и у вас запускается рендеринг видео. Ну вот и все. Так происходит монтаж видео. На самом деле самый сложный момент это просто разобраться в программе. Вам это видео тоже поможет и вы смонтируете свой первый ролик или уже второй и третий. Ведь очень скоро уже в следующем ролике мы начнем загружать видео на YouTube и вместе будем проходить все шаги оформления видео в YouTube. Как его так правильно загрузить, чтобы в итоге попасть там и в рекомендации, и в тренды, и вообще, чтобы все только и бежали и смотрели ваши видосики. Подписывайся на канал Школа Блогера. Не забудь поставить звоночек, чтобы не пропустить следующий шаг марафона. До скорых встреч! Пока!